мы живем иркутская область это сибирь поселок мегет у нас была дружная семья можно сказать пришли растоптали и уничтожили всю нашу жизнь вели себя ужасно это просто ужасно я никогда не думаю что может быть правоохранительные органы так себя вести наша жизнь два года почти превратилась в ад сегодня утром на год как его не стало вот мы сегодня накрыли стол будем поминать его просто там издевались над ним тело я его видела дело все просто там смотреть страшно ну я прошу чтобы помогли нам разобраться в этом деле чтобы не оставить вот этих людей у власти что они власть как нам верить мои дети сейчас не верят ни власти никому понимаете мы проживаем в своем доме мой супруг владимир все строил сам там 15 лет мы здесь живем то есть это все сделано его руками у нас голуби были вот как раз когда он умер мы занимались похоронами у нас последний голубь улетел я говорю как будто бы почувствовали что души не стало в доме занимался строительством любил он сам своими руками всегда был идеальный порядок любил чистоту я не знаю настоящий был хозяин мужчина в доме то есть это вообще обыкновенный человек мужик работяга грузчик спокойный семьянин имеющий грамоту от губернатора иркутской области он попал вообще в это дело случайно поскольку у него некие дальние родственные связи были с пропавшим полтора года назад в марте 2019 года его родственником Чистяковым выпили с зятем как обычно мужчины посидели муж ушел спать и его зять то есть муж его сестры за ночь его не стало в общем до сих пор его мы так и не знаем куда он делся что с ним произошло ни следа ничего нет ну конечно сестра вовы моего мужа обратилась за помощью к органам то есть подала в розыск провели у нас обыски то есть ну ничего вообще даже никаких следов ничего не обнаружено было но потом пошло так что они стали моего мужа просто прессовать они приезжали они его забирали с работы увозили закрывали на отработку 48 часов удержали в его если по городу ангарска это тоже иркутская область олега то есть получается так и нет до сих пор мы ничего не знаем но его практически никто и не искал была цель повешать на моего мужа якобы убийство олега олега как говорят родственники они откупились дали некоторые деньги для того чтобы на тот момент его отпустили с и после этого его повторно задержали оперативники полиции в декабре да то есть через полгода в декабре 2020 года следственные действия собственно были назначены на 14 декабря человек никуда не скрывался он находился дома 11 декабря в пятницу как это обычно бывает в пятницу приезжают оперативники забирают человека в субботу и воскресенье к нему применяется незаконные методы ведения допроса его подсаживают к разработчикам и в понедельник человек во всем сознается то есть это классическая схема которая который нам известно как бы из многочисленных жалоб до которые к нам поступают собственно по этой схеме я так понимаю и работали да подъезжали это сюда да они подъехали вот сюда вот сосед наш он они даже калиточку взяли дружи ну как друзья ходили друг другу он только пришел хотел кофе попить они поставили чайник и стук в окно они забежали они у него там все перевернули заскочили в кладовке везде шарились тимур готовы чё кто такие не по гражданке одеты он говорит ну что делаете они горит корочки так ткнули мы даже не поняли все угла володя пошли позови это володю пошли одеваться он зашел через гараж оделся ну вперед он в рабочем был хотел в лес ехать за дровами переоделся и уехал сегодня посадили возьми как деньги возьми документы и телефон сразу не забрали ну то есть 4 человека содержится 4 всего четверо на все его содержала твою разработчика и наш до его сбу пустой до и смерть была когда зафиксирован а смерть была зафиксирована скоро я приехал 23 23 они в 22 48 там не ари ари не ари там никто не слышал кроме разработчиков и кстати они до сих пор мне его вещи не отдали уже год сегодня мне не отдали телефон меня дали деньги вообще ни одной вещи не отдали все побои все побои то есть следствие не объяснила собственно откуда имеются те телесные повреждения на теле которые были обнаружены как они были нанесены нанесены были ли они при жизни или нет или после смерти они появились ну как равно собственно и не было объяснено но как бы адекватно с точки зрения закона причина задержания помещение ввс где умер до человек все было закрыто до такой степени то есть не подпускали никуда я приезжала в комитет и долбилась двери бесполезно ничего пока я не обратилась вот к святославу хроменкову это по правам человека защита и сейчас на данный момент у нас пошли сдвиги я хочу добиться справедливости и чтобы вот именно понесли наказание те люди которые это совершили то есть это именно органы это милиция или как там полиция сейчас называют я считаю что вот эти люди должны понести наказание и не работать в органах чтобы их отстранили не имеет права они они преступники то что они сделали это преступление сейчас мы восстанавливаемся очень тяжело мои дети очень переживают меня младшему 13 старшему 26 внучке 4 года до сих пор ждет деда приезжает спрашивает где деда я говорю он приедет но пока не говорим потому что для нее будет большая травма она очень его любила и любит до сих пор вот сегодня приедут сейчас вспоминать я не знаю даже как это будет все выглядеть а я поэтому я